Эта история просто котика, который пострадал от рук человека. У меня много животных, и Дема один из них. Дему нашли на улице. Его сбила машина. Был выбит глаз. Сильно отекшая мордочка. Нос весь покрыт гноем и кровью. Язык выглядел просто ужасно, и казалось, что его не спасти. Мы приехали с Демой в клинику. И, как оказалось, второго глаза у Демы нет. Когда-то его удалили, была произведена операция, глазница была зашита. То есть сейчас, после удара машины, Дема остался полностью слепой. Вот так мы ждали своей очереди на прием к хирургу. Дема понимал, что ему хотят помочь. У него не было ни агрессии, ни страха. Он вел себя совершенно спокойно. Наверное, на улице, когда он сидел, ждал своей участи, и когда слышал, сколько ног проходили мимо него, он даже не поверил, что рядом кто-то остановился. На тот момент, когда я его нашла, он не реагировал. Как же это должно быть страшно, когда в один момент становится очень больно, теряется свет, становится темно, ты ничего не можешь видеть, ты не понимаешь, куда тебе идти. Скорее всего, он звал на помощь, но я думаю, что его не замечали. Невидимый кот, которого не слышали, не видели, звал на помощь, и это было все бесполезно. Он провел на улице в таком состоянии не один день, потому что он был очень сильно обезвожен. Дема ввели в наркоз, чтобы удалить глаз и собрать нижнюю челюсть, которая была сломана. Язык оказался цел, на нем была налипшая пленка из гноя и крови, была царапина, но главное, что язык был в порядке, и его не нужно было удалять. В рот положили смоченные тампоны, чтобы отмочить все налипшее во рту и почистить как следует всю ротовую полость. Такого нет у него тут перелома. Единственное, царапина на языке, но это не смертельно. Он стал дышать носом. Как только все отмыли. Чувствуешь? Челюсть сложили, насколько возможно, но у нас опасение, что есть еще где-то возле сустава перелом, все сделаем рентген. Не знаю, смыкается. Как-то плохо. Может, язык опухший? Да нет. Еще зубы не сломаны. Дема после операции. Пока он не отошел от наркоза, было принято решение сделать рентгеновский снимок. На рентгене оказалось, что помимо собранного перелома на нижней челюсти, есть еще перелом в суставе. А также на рентгеновском снимке обнаружили пулю. Скорее всего, он лишился первого глаза, когда в него стреляли. То есть, пуля там уже давно. После операции Дема приходил в себя в кислородной камере под капельницей, потому что состояние было тяжелое. Продолжение следует... Сначала Дема совершенно не мог есть самостоятельно. Все было больно. Новая слепота, незнакомая для него, не позволяла ему ни пить, ни есть. Ему было страшно касаться мисок. Ему казалось, что когда он чего-то прикасается, что может быть опять так же больно, как вот тогда, когда его сбила машина. В первое время он ел совсем мало с шприца, но есть нужно было обязательно, чтобы набираться сил. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Первое время Дема оставался в стационаре в клинике. С таким сильным обезвоживанием его нужно было капать несколько раз в день. Кололись все необходимые уколы. Делалось все, чтобы Демочка как можно быстрее пошел на поправку. Потом я забрала Дему к себе, и мы стали пытаться учиться есть самостоятельно. Вот так по маленькому кусочку. Перед тем, как его покормить с шприца, мы обязательно съедали один-два кусочка самостоятельно. Больше не получалось, потому что Дема обижался, расстраивался, что у него так плохо выходит. Он просто отворачивался и не хотел есть. С шприца мы же доедали целую баночку с большим аппетитом, с большим удовольствием. Поэтому тренировались мы обязательно, но понемножку. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Первая попытка попить самостоятельно. Прошло, наверное, 10 дней с момента, как я его нашла. Дема хорошел. Он стал потихоньку учиться ориентироваться у меня. Он стал учиться жить в темноте, учиться ориентироваться на слух. А это фото с нашей поездки, когда мы снимали конструкцию с нижней челюсти. Мы ездили небольшой компанией. С нами была малышка Олли, еще одна из моих подопечных. После того, как сняли конструкцию с нижней челюсти, Дема стал понемногу есть самостоятельно, но только паштеты. К сожалению, из-за травмы в суставе челюсти рот перестал открываться как следует. Он может открыть его на очень маленькое расстояние, поэтому ни сухой корм, ни кусочек мяса Дема съесть не может. На видео видно, что он пытается облизывать лапку, но это не получается, рот не открывается. Поэтому Дема поехал в Санкт-Петербург, чтобы там ему сделали операцию. Демочка! Дема хорошая! Да, мы приехали. У нас вот такая вот пасмурная погода сегодня. Но скажи, нам это совершенно не помешало приземлиться в аэропорту даже на 20 минут раньше. Да? И вот такой вот славный кот у нас получился. Демочка осваивается. Да? Ты осваиваешься? Кто молодец? Кто молодец? Кто у меня такой хороший кот, а? Ты хочешь вылизываться и никогда, бедная зая. Но ничего, мы сейчас починим котика, да? И котик будет вылизываться, как новый. Да, мой хороший. Ай, тебе никак не зевнуть, бедный котик. Да, ты хороший, хороший, хороший кот. Ну, как бы. Просто можно на экран, на стену повесить. Действительно. Красота. Да. Ну, что там? Не открывается, да? Не, не открывается пасть совсем. Ну, как совсем вот так открывается? Заблокировано. Ну, надо открывать ему челюсть. Она не сломана у него. У него не одна, не вторая ветка, они сидят на своих местах. А что тогда не открывается? У него анкилозировались суставы. У него же здесь пуля прошла. Пуля-то там и есть. Сидит. Но ее доставать смысла нет. Ну, она в таком месте, да, достаточно неудачном. Туда достать может быть последствий больше, чем. Не надо. А у него, соответственно, вот эти суставы челюстные, они анкилозировались. То есть, ну, перестали двигаться. Заблокировались, по сути. Поэтому у него очень маленький диапазон. Можно, конечно, попробовать принудительно разогнуть, но, скорее, обычно это все заканчивается опять анкилозом. Разгибаешь, они начинают разгибаться. Так, а что делать? Тело вот обычно вот что. Вот этот вот суставной отросточек, вот он. Его просто перерезают вот здесь. И челюсть, соответственно, отвязана от сустава, так скажем. То есть, она открывается, закрывается мышца, все прикрепления остаются. Вот. С одной и с другой стороны это делается. Ну, и, соответственно, челюсть начинает работать и начинает питаться. Ну, лет на 15 хватит? Ну, да, обычно, да. Обычно, да. Это не ко мне просто. Это к Антону Бокшанскому. Он делал просто не одну такую операцию, у него результат очень хороший. А меня Бог миловал как-то мимо этих операций. Это Демочка. Его отдали после КТ. Сейчас мы поедем домой. А в понедельник снова на операцию. Хорошо. Это видео я снимала еще дома. Это был первый раз, когда Дема запрыгнул на стул самостоятельно. То есть он все больше и больше начинает ориентироваться и приспосабливаться к своей слепоте. Но жить без возможности нормально кушать, это очень тяжело. Помогите нам, пожалуйста. В понедельник предстоит операция, и я очень прошу о помощи для Демы. Спасибо.